МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На территории Российской таможенной академии был заложен камень на месте будущего памятника защитнику Отечества. В Люберецком районе проводится тотальная проверка детских лагерей. В Московской области состоялся круглый стол по межнациональным отношениям. В котельниках прошли учения по пресечению терактов на объектах транспортной инфраструктуры. В жилом комплексе «Самоцветы» в Люберцах открылась детская поликлиника. В клубе исторической реконструкции «Лучезар» прошел день открытых дверей. В Люберцах у часовни всех святых прошел траурный митинг, посвященный Дню памяти и скорби. По погибшим в годы Великой Отечественной войны была отслужена поминальная лития. Почтить подвиг советского народа пришли ветераны, военнослужащие, школьники, студенты и все неравнодушные граждане. Когда началась Великая Отечественная, Юрию Орехову было всего 2,5 года. Его семью война коснулась полностью. Отец, дяди и другие родственники принимали участие в боевых действиях. Тех тяжелых лет он не помнит, однако война наложила отпечаток на всю его жизнь. Это побудило меня после окончания школы поступить, отслужить год в армии и потом поступить в военное училище и всю свою жизнь связать с вооруженными силами. В вооруженных силах я прослужил 36 лет. Прошел путь от солдата до генерал-майора. 22 июня в этом году – особенная дата. Ведь с того страшного события, когда германские войска вторглись на территорию Советского Союза, прошло ровно 75 лет. 1418 дней длилась самая кровопролитная война в истории человечества, которая унесла 25 миллионов жизней. В каждой семье, так или иначе, были свои герои. В каждой семье, каждую семью коснулась война. И история нашей великой страны, великого народа складывается из истории каждой семьи. Поэтому в первую очередь мы должны вспомнить своих близких, кто погиб, кто не дожил, кто потерял, возможно, надежду, возможно, здоровье. На сегодняшний день в Люберецком районе проживают около 400 участников Великой Отечественной войны. Более двух тысяч тружеников тыла, блокадников, узников концлагерей, вдов погибших. В этот день многие из них пришли почтить память героев. Наряду с ними и те, кто вырос под мирным небом, не зная горечи потерь, бомбежек и голода. О войне они знают лишь из рассказов и книг. Весь наш народ объединился в единое целое, дабы дать отпор захватчикам. Будь то бесстрашный фронтовик, что, не жалея живота, гнал и сдерживал фашистского зверя. Или боец тыла, который днём и ночью в поте лица трудился на благо победы. Участники митинга почтили минутой молчания всех тех, кто отдал свои жизни. После этого началась лития – воина, погибшим в годы Великой Отечественной войны, которую совершил священник Александр Плеханов. По окончанию ритуала участники мероприятия возложили живые цветы к иконам часовни. Анна Троян, Кирилл Евгеньев, Люберецкое районное телевидение. В Российской таможенной академии прошёл памятный митинг, посвящённый 75-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В рамках этого мероприятия на территории образовательного учреждения заложили камень на месте будущего монумента защитникам Отечества. 75-я годовщина со дня начала Великой Отечественной войны. Это день скорби и памяти о тех героях, которые самоотверженно защищали Родину. В первые дни войны погибли сотни людей, среди которых в основном пограничники и работники таможенной службы. Чтить и помнить подвиг предков – всё это неотъемлемая часть деятельности работников академии. Я хотел бы выразить большое удовлетворение в этот день подходом руководства таможенной службы, всей нашей академии, тем, что у нас в академии люди получают не только образование, но и воспитываются на тех традициях, которые заложены нашими предками. Будущий монумент будет выражать почтение как героям Великой Отечественной, так и нынешним защитникам нашей страны. Закладка камня в день памятной даты – большое событие, которое собрало заслуженных работников и ветеранов таможенной службы, а также представителей власти Люберецкого района. Дорогие друзья, говорить сегодня, видимо, многое лишнее. Самое главное, что каждый здесь стоящий должен просто в своей памяти вспомнить своих близких, вспомнить историю своей семьи, поклониться. К символичному месту участники митинга возложили цветы, после чего мероприятие продолжилось на центральной площадке таможенной академии. Там студенты организовали концерт на военную тематику, где каждый театрализованный и вокальный номер был буквально пропитан трагизмом. Особую значимость мероприятию придал почетный гость – участник Великой Отечественной войны Леонтий Шаповалов. Начиная с 43-го, когда ему было всего 18, и до самого окончания боевых действий он героически сражался. А это та самая 45-ка – противотанковая пушка, которой он громил немецких захватчиков. Был ранен, контужен, всё, и шёл вперёд, засвобождаю Родину. Кроме пушки, участники памятного митинга смогли увидеть и другую военную технику. 75 шаров, как символ 75 лет с начала Великой Отечественной. В завершении мероприятия студенты выпустили их в небо. Анна Троян, Кирилл Евгеньев, Люберецкое районное телевидение. Во Дворце культуры в Люберцах состоялась конференция местного отделения партии «Единая Россия». На встрече были подведены итоги предварительного голосования, которое прошло 22 мая. В зале собралось более 130 делегатов, представители администрации, депутаты, общественники, бизнесмены, работники здравоохранения, образования, жители Люберецкого района. Открыл конференцию Владимир Ружицкий. Первый вопрос на повестке дня – итоги предварительного голосования. Оно прошло в этом году в Люберецком районе впервые и на уровне, которым организаторы остались довольны. Я оцениваю, что достаточно успешно провели и организовали дебаты кандидатов. По ходу подготовки к предварительному голосованию были организованы пикеты, раздача всевозможных агитматериалов. На территории Люберецкого района было проведено 5 туров дебатов для кандидатов в Госдуму и 7 туров в Московскую областную думу. В день голосования на участках помогали волонтеры, были организованы культурно-развлекательные мероприятия. Среди победителей предварительного голосования кандидатов в Мособлдуму – депутат Совета депутатов города Люберцы и Люберецкого района Дмитрий Дениско. Со своей стороны хочу отметить, что в любом случае буду продолжать работать на благо жителей Люберецкого района. Во время подготовки к праймерис были озвучены многочисленные проблемные вопросы по всем поселениям. Успешно прошел дебат и предварительное голосование и президент благотворительного фонда «Люберецкий квартал» Игорь Каханый. Конечно, Владимир Петрович, огромное спасибо за доверие. Всем главам огромное спасибо за предоставленные площадки не только для дебатов, для встреч с населением, для встреч с учителями, для встреч с организациями. На встрече местного отделения партии «Единая Россия» также выбрали делегатов на внеочередную конференцию Московского областного регионального отделения партии. Ее проведение запланировано на 7 июля. Вадим Акентев, Александр Орлов, Люберецкое районное телевидение. В Люберецкой администрации прошло заседание районной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Участники обсудили вопросы охраны труда, регулирования занятости и заработной платы, соблюдения трудового законодательства в районе. Власть, бизнес и профсоюзы – три стороны соглашения, которые регулируют социально-трудовые отношения в нашем районе, а в частности защищают права работников. Координатор комиссии глава Владимир Ружицкий на совещании он обозначил основные задачи документа. Сохранить уровень заработной платы в средней вовне в бюджетной сфере. Следующая задача – повысить среднюю заработную плату работников. Кроме того, организациям необходимо предоставлять своим подчиненным достойный отдых. Заставить работодателей в небюджетной сфере создавать профсоюзные организации. Это и будет одним из путей решения этих вопросов. Это защитная функция, это поддержка работников. Тем более сейчас, в период кризиса, мы понимаем, что заработная плата невелика. Что идёт сокращённая рабочая неделя в связи с тем, что предприятие не может реализовать свою продукцию. И, конечно, основная поддержка – это будет со стороны профсоюзов. Кроме того, при помощи профсоюзов также ведётся и разъяснительная работа. Руководителям и работникам намного проще найти общий язык. Трёхстороннее соглашение действует в течение двух лет и распространяется на предпринимателей всего Люберецкого района с момента подписания документа. У президента Союза предпринимателей и промышленников района на это есть своё мнение. Все эти договорённости будут выполнены. Но только понимаем, что в том случае, если ситуация в промышленности нашей будет стабильна, она будет улучшаться. Стороны торжественно подписали трёхстороннее территориальное соглашение. После чего последовало награждение. Участникам встречи Владимир Ружицкий вручил знаки отличия за заслуги. Анна Троян, Кирилл Евгеньев, Люберецкое районное телевидение. В Люберецком районе проводится тотальная проверка детских лагерей, в том числе городских. В работе инспекционной комиссии принял участие глава Люберецкого района и города Люберцы Владимир Ружицкий. Детский оздоровительный центр «Призыв» в Малаховке – это благоустроенная территория, размещенная на пяти гектарах. В настоящее время здесь отдыхают 130 ребят в возрасте от 8 до 15 лет. Специально для них организовано четырёхразовое витаминизированное питание. Работают два бассейна – боулинг, конференц-зал, бар с фитонапитками и соками. Территория у нас оборудована детскими площадками, спортивными площадками, которые позволяют проводить досуг детям, организовывать досуг разнообразный, многосторонний. И одновременно сразу нескольким компаниям детским с разной целевой аудиторией. Есть в лагере и особенность. Каждая детская группа направлена на развитие технологических способностей детей. Под руководством опытных педагогов они занимаются наукой, осваивают безопасный экстрим и IT-технологии. Сами моделируют роботов, учатся управлять ими. Используется голосовое управление через смартфон или он через камеру смотрит и запоминает движение. Смотря на то, как его запрограммировать, например, здесь он может сделать подчетчину, как ни странно, шагать вперед, даже танцевать. Глава Люберецкого района и города Люберцы Владимир Ужицкий оценил организацию летнего детского отдыха в этом лагере положительно. Особенно важно, сказал он, что территория тут оснащена камерами видеонаблюдения и обеспечена круглосуточной охраной. Я беседовал с ребятами постарше, кому там 14-15 лет, потому что я себя помню таким же пацаном. Поэтому, конечно, охота после отбоя, у них отбой 22-30, может куда-то зайти, где-то через забор махануть. Это нормальное явление. И вот задача вожатых, так организовать пребывание детей в лагере, чтобы даже у кого-то возникает желание махнуть через забор, это предупредить. В ближайшее время, сообщил Владимир Ужицкий, он вместе с представителями межведомственной комиссии завершит проверку лагерей в Люберецком районе. Анна Троян, Яна Яковлева и Никита Скраган. Люберецкое районное телевидение. В августе этого года в микрорайоне Красная Горка откроется культурно-просветительский центр для детей. Об этом стало известно на выездном совещании Владимира Ружицкого. В новом центре детей будут ждать разнообразные виды досуга, занятия хореографией и музыкой. Возведения и строительные работы культурно-просветительного центра в микрорайоне Красная Горка идут полным ходом. Фактически, это место станет центром притяжения творческих детей всего района. На цокольном этаже здания расположится зрительный зал, который оборудуют самым современным оборудованием. Его вместимость более 250 человек. Кроме того, в этом здании будут предусмотрены репетиционные комнаты для занятий на музыкальных инструментах, голосовых занятий, пения. Также будут расположены в соответствии с требованиями помещения медсестры. На остальных двух этажах откроются классы для занятий художественной и другой направленности. Одновременно в центре смогут проводить свой досуг во внеурочное время около 60 человек. Такой социально значимый объект в микрорайоне первый и второй во всей области. Во время инспекции Владимир Ужицкий положительно оценил ход строительных работ. Во-первых, это будет муниципальная собственность, это будет работать по принципу таких муниципальных учреждений, поэтому здесь будет доступно всё. Также культурно-просветительный центр будет оборудован и для маломобильных групп граждан. Его площадь составляет полторы тысячи квадратных метров. В скором времени благоустроят и дворовую территорию вокруг здания. Внутри же строителям осталось провести отделочные работы и обустройства. Своих первых посетителей новый соцобъект примет уже в августе этого года. Анна Троян, Александр Орлов, Люберецкое районное телевидение. В 5-й Люберецкой гимназии выпускники 9-х классов получили аттестаты об основном общем образовании. С праздником ребят поздравили педагоги, представители управления образованием и глава Люберецкого района и города Люберцы Владимир Ужицкий. Сегодня у Анатолия Новикова волнительный и одновременно радостный день. Его дочь Алина – выпускница, мечтает связать свою жизнь с государственным управлением. Отличницей гордится вся семья. Анатолий Николаевич не может скрыть своих эмоций. Мы этого ждали 9 лет. То есть это очень большой срок. Мы потратили много усилий. Учителя тоже затратили на наших детей огромные свои силы, свое терпение, внимание. Обучили их. Результаты очень хорошие. Результат 9-летней учебы – похвальная грамота Российской Федерации за особые заслуги и аттестат с отличием. Их получили 9 выпускниц 5-й гимназии, в их числе и Алина Новикова. Подтянуть свои знания и брать пример с девчонок Люберецким выпускникам пожелал Владимир Ужицкий. Ребята, вам пожелаю искренне, чтобы вы и дальше двигались по жизни так уверенно, в чем я вижу и наблюдаю сегодня со сцены и глядя на вас. Вы четко знаете, чего вы хотите. Это тоже очень важно. Чтобы к чему-то прийти, надо знать, что ты хочешь. Большинство этих ребят останутся в гимназии, но кто-то все же покинет стены родного образовательного учреждения. В таком составе своих выпускников классные руководители больше не увидят. Педагоги сердечно поблагодарили учеников и их родителей за взлеты и падения, которые они пережили вместе. Абсолютно всем хочу пожелать, пусть успехом заканчиваются все ваши начинания, а будущее оправдает все ваши надежды, все ваши желания и будет щедрым на искреннюю любовь и верных друзей. Остальные ребята тоже получили аттестаты об основном общем образовании. Их вручила начальник управления образованием администрации Люберецкого района Виктория Бунтина. Она пожелала выпускникам и их родителям терпения и успехов в их начинаниях. Родителям я желаю, конечно же, также удачи и благополучия. И прошу вас, посоветуйтесь с детьми, прежде чем это окончательное решение принять. Сделайте этот выбор, чтобы он был в первую очередь на пользу вашему ребенку. Для гостей праздника на мероприятии выступили воспитанники образовательного учреждения. Свой первый документ об образовании в этот день получили 57 выпускников 5-й гимназии. Всего в Люберецком районе таких аттестатов удостоились более 2000 ребят. Анна Троян, Никита Скраган, Люберецкое районное телевидение. В администрации Люберецкого района наградили школьников за успешную сдачу норм ГТО. Им вручили знаки отличия комплекса. Награда дает выпускникам школ 5 дополнительных баллов к общему результату единых государственных экзаменов. Сегодня Данила Емелин стал счастливым обладателем золотого знака отличия комплекса ГТО. Выпускник 41-й гимназии специально к сдаче нормативов не готовился. Он усердно занимается смешанными единоборствами. Однако Данила нам признался, что трехкилометровый кросс дался ему не так просто. Я просто весил, много набирал вес, там по спорту надо было. И в итоге немножко тяжеловато это было, потому что я только перешел в новую весовую категорию. Золотых и серебряных обладателей знаков отличия ГТО в этот день торжественно поздравил и наградил Владимир Ружицкий. Глава рассказал выпускникам, что спорт не только способствует здоровью и дарит телу красоту. Он закаляет силу воли и дух человека. Очень важно, когда человек духовно, духом крепа, тогда ему любые бои вовлечут. Вас приедет поступление в ВУЗы, ну понятно, что где-то проще будет, потому что все основано на ЕГЭ. Но я хочу сказать, что в ВУЗах учатся, там, например, медицинские будут. И там тоже нужно, кроме знаний, еще хороший такой дух, что вы все можете, вам все по плечу, вам все доступно. Конечно, кроме пользы для здоровья, у комплекса ГТО есть и другие плюсы. Эта награда дает выпускникам 11-х классов 5 дополнительных баллов к общему результату ЕГЭ. Всего в нашем районе 600 учащихся, которые выполнили нормативы и получили знаки отличия, из которых более 400 золотые. Анна Троян, Дмитрий Куликов, Люберецкое районное телевидение. В жилом комплексе «Самоцветы» в Люберцах открылась детская поликлиника. Она может обслуживать до 200 пациентов в день. В новом лечебном комплексе оборудован кабинет функциональной диагностики, физиотерапии, массажа, УЗИ, процедурный кабинет. На пациентов заводятся электронные карты. В Люберцах в жилом комплексе «Самоцветы» совсем скоро начнут функционировать в полную мощность филиала детского поликлинического отделения 2-й Люберецкой больницы. Он будет работать в две смены и сможет обслуживать жителей улиц Октябрьская и Кирова, а также гарнизона и поселка Калинина. Он будет включать в себя 6 педиатрических участков. Это будет примерно 5200-5500 детишек, которые будут к нам приходить от 0 до 18 лет. Кроме педиатрических кабинетов, в лечебном комплексе есть кабинеты функциональной диагностики, физиотерапии, массажа, УЗИ и процедурная комната. Проверить работу современного медицинского учреждения приехал глава районной города Владимир Ружицкий. Клиника хорошая, я оцениваю 100 посещений в смену. Это хорошо, это замечательно. Это то, что нам не хватало. Понятно, что население наше растет, детишки рождаются. Понятно, что со временем и этого будет мало. Но мы будем думать, каким образом поступить, чтобы, по крайней мере, вот эта услуга медицинская для наших детей, она была бы доступной абсолютно всем. Новая педиатрическая служба оснащена информационными терминалами для записи к врачам и системой электронных медицинских карт для пациентов. Яна Яковлева, Александр Орлов, Люберецкое районное телевидение. В Люберецкой кадетской школе в кабинете труда появилось 20 новых верстаков и инструменты для занятий. Средства на приобретение оборудования выделил благотворительный фонд «Люберецкий квартал». Для сборки новых верстаков пригласили самих школьников, чтобы заодно провести с ними мастер-класс по сборке мебели. Специально для этого вместе с подарками в школу прибыл представитель компании-изготовителя. Учебное место для кабинета технологии – это стол с тисками для металла и дерева, защитным кожухом и стулом. Ребятам новые верстаки уже понравились. По крайней мере, они лучше, чем те, которые были в прошлый раз. Да, даже по своей конструкции. И здесь куда удобнее. Здесь можно спокойно работать, не боясь, что что-то сломается. Кроме верстаков в кабинете технологии, благодаря фонду «Люберецкий квартал» появились новые инструменты и стеллаж, был произведен косметический ремонт помещения. Я считаю, что сегодня благодаря Игорю Валерьевичу Каханому уложена хорошая традиция в «Люберецком районе» – это возрождение кабинетов труда. То есть там, где именно для мальчиков. Это очень важно. Потому что сегодня зачастую в семьях все разлады происходят из-за того, что муж не может повесить картину или не может отремонтировать сантехнику. По словам Ирины Назаревой, такое же новое оборудование поступило в 18-ю гимназию городского поселения Томилина. Это тоже подарок президента благотворительного фонда Игоря Каханова. Это пилотные проекты, поэтому мы хотим посмотреть, как они приживутся. Кроме того, естественно, любая работа должна чем сопровождаться? Это соблюдением правил техники безопасности. Мы тоже уделили внимание при этих пилотных проектах. Вы видите новые стенды, которые соответствуют всем современным требованиям, снипам и так дальше. В Люберецкой кадетской школе сегодня учатся около тысячи детей. В сентябре за парты сядут целых пять первых классов. Еще 150 человек. Школа в районе очень популярна. При этом, правда, уроки труда для мальчиков ведут в основном женщины. Вы знаете, кабинет труда раньше у нас на полную или в полную силу не использовался, потому что и не было педагога. Ведь найти педагога-мужчину для преподавания технологий для мальчиков – это довольно-таки сложно. Кабинет, конечно, был, ну, будем так говорить, в плачевном состоянии. Многие верстаки были сломаны. В перспективе обновления оборудования ожидает кабинет и технологии в каждой школе Люберецкого района, где это необходимо. Вадим Акентев, Никита Скороган, Люберецкое районное телевидение. В Люберцах сотрудники ГИБДД провели акцию «Детское кресло». Запланирован целый комплекс подобных мероприятий в целях повышения безопасности дорожного движения. Штраф за перевозку детей без специального кресла составляет сейчас 3000 рублей. Как люберчане соблюдают правила, узнаем из нашего сюжета. Сотрудники ГИБДД останавливают машины одну за одной. И что приятно видеть, многие автовладельцы, у которых есть дети, за безопасность не только на дорогах, но и внутри транспорта. Малыши этих Люберчан комфортно передвигаются в детских креслах. Безопасность ребенка превыше всего. Мы очень любим нашу дочку, потому что мы очень заботимся о ее безопасности. Это исключительно для того, чтобы возить моего внука, жизнь которого мне очень дорога и не входит ни в сравнение ни с какими деньгами и так далее. Его здоровье – это прежде всего… Таких, как Илона, имеющих детские кресла в транспорте всегда, тоже оказалось немало. Однако во время рейда, проводимого сотрудниками госавтоинспекции, двум автовладельцам выписали штраф на 3000 рублей. Их дети ехали в машине без удерживающего устройства. Гораздо хуже оказалась ситуация с водителями такси. Кроме перевозки ребенка без детского кресла, у одного из остановленных обнаружились более серьезные нарушения. При проверке данного водителя по базам, имеющиеся в Люберецком ОГИБДД, данный водитель, было установлено, что он лишен права управления и не имеет права управлять транспортным средством на 18 месяцев. Кроме того, что автомобиль правонарушителя эвакуировали, саму организацию такси ждет штраф до 50 тысяч рублей. Перевозить ребенка без удерживающего устройства – это прямая угроза его жизни и здоровью в случае дорожно-транспортного происшествия. Рейд «Детское кресло» направлен на предупреждение этой опасности. В нем приняли участие также представители общественного совета при МВД. Замечаний каких-то к работе сотрудников полиции нету. Никаких злоупотреблений, нарушений и прочего ими допущено не было. Работали профессионально, корректно, вежливо. Сегодняшний рейд показал, что значительное большинство люберецких родителей перевозят своих детей, как положено, в кресле. Однако мы все прекрасно знаем, что далеко не все следят за безопасностью. 3000 рублей штраф, а вот какова цена жизни? Анна Троян, Александр Орлов, Люберецкое районное телевидение. В Котельниках прошли учения по пресечению терактов на объектах транспортной инфраструктуры. В учениях приняли участие сотрудники Межмуниципального управления МВД России Люберецкое. Учения проходили на территории обслуживания Котельнического отдела полиции. В них участвовали сотрудники Управления Федеральной службы безопасности ППС, отдела вневедомственной охраны ГИБДД и МЧС. По легенде, автовокзал, расположенный в микрорайоне Опытное поле, был захвачен террористами. Сотрудники полиции оцепили территорию, а также приняли все меры по предотвращению теракта. Учения позволили проверить готовность подразделений, а также эффективность их взаимодействия, отработать практическое управление и координацию действий всех служб. Сохраняем многообразие культур к единству и сплоченности в обществе. По таким девизам в Московской области прошел круглый стол по межнациональным отношениям. Первый круглый стол из десяти запланированных на 2016 год по вопросам реализации государственной национальной политики на территории Московской области прошел в Дмитрове. От лица заместителя председателя правительства Московской области Эльмиры Хаймурзиной собравшихся поприветствовал Виталий Замарахин, сотрудник главного управления социальных коммуникаций Московской области. Хотелось бы, чтобы сегодняшняя дискуссия способствовала развитию этого движения, проникновению национальной культуры народов, которые населяют Московскую область. В мероприятии приняли участие представители Дмитровской администрации, районных общественных палат, руководители и активисты национальных объединений. Первая тема – организация Московского областного праздника «Сабантуй». В этом году он пройдет в Дмитрове. Регионально-татарская национально-культурная автономия выступает главным организатором. Новое наше движение «Сабантуй» является то, что мы начали уже около 10 лет практиковать поездки нашей региональной группы Московской области в Татарстан. Это большая помощь, которую Татарстан оказывает. Они направляют на нас в «Сабантуй» и регионацию из Татарстана, района, которая приезжает с культурной программой, и спортсмены приезжают, и кухня, национальные кухни. Далее участники «Круглого стола» обменялись опытом в проведении праздников и культурно-просветительских мероприятий. Основной акцент был на работу с детьми и молодежью. Это и уроки дружбы, и патриотические акции, и мероприятия, посвященные Великой Отечественной войне, победу в которой одержал многонациональный советский народ. Интересно, что методики на межнациональную тему используют и в детских садах, например, с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Игры народные ярко оформлены, имеют яркую атрибутику, яркие костюмы. Они имеют, как правило, определенное оформление, популярное, музыкальное, либо какое-то, даже сноходборное. И дети быстрее включаются в работу. Председатель комиссии по межнациональным отношениям и генеральный директор ЛРТ Екатерина Дегтярева представила участникам круглого стола доклад о роли СМИ в реализации национальной политики и рассказала о новых планах, а именно о создании ресурсного центра в сфере межнациональных отношений на территории Московской области. Расположится он в Люберцах и будет оказывать методическую и практическую помощь руководителям и членам национально-культурных объединений. Это и взаимодействие с региональными и муниципальными органами власти, формирование социального партнерства и углубление межнационального сотрудничества. То есть это как бы некая площадка, которая просто поможет направить, подскажет, как действовать, где-то поможет и реализовать. Традиционно в рамках мероприятия состоялось открытие выставки картин, на этот раз дмитровских художников. Яна Яковлева, Александр Орлов, Люберецкое районное телевидение. В разгар лета леса и городские парки становятся местом притяжения отдыхающих. Вместе с тем на территории Московской области действует особый противопожарный режим. Штраф за разведение костров составляет 2000 рублей. Нельзя также купаться в водоемах на территории района по причине их загрязнения. О правилах поведения на природе далее в нашем сюжете. Согласно прогнозам, июль в этом году будет жарким и засушливым. В такую погоду особенно важно соблюдать особый противопожарный режим. Запрещено посещение лесных массивов и разведение костров. Вместе с тем в Люберецком районе уже было одно возгорание, его удалось быстро ликвидировать. Сотрудники администрации напоминают о штрафах. Если раньше можно было отделаться предупреждением и максимальный штраф достигал, то будем говорить 500 рублей, то сейчас четко 2000 рублей. С физических лиц, с юридических лиц значительно больше. Отдохнуть на природе все-таки можно. В городских парках оборудованы зоны отдыха. Правда, купаться запрещено. На территории района находятся три водоема, и все они не отвечают санитарным нормам. Однако жителей это не останавливает. И чтобы их обезопасить, администрация принимает все меры. Организовано патрулирование сотрудниками внутренних дел. Организовано дежурство работниками освода на всех трех водоемах. Установлены предупреждающие аншлаги, где купаться запрещено. В администрации не исключают, что в будущем на территории района все-таки будут организованы пляжи. Больше всего по санитарным нормам для этого подходят Кореневские карьеры, Малаховское озеро. А вот Наташинские пруды совсем непригодны для купания. Наталья Григорьева, Яна Яковлева, Александр Орлов. Люберецкое районное телевидение. Внимание любителей фотоискусства! Стартовал фотоконкурс «Люберецкий район» в объективе, приуроченный к празднованию Дня города, который пройдет в первую субботу сентября. Для участия в конкурсе необходимо до 10 июля прислать на электронную почту фотоконкурс «Люб Собака Мэйл.ру» фотографии с рассказами о современной жизни города и поселка, в природе, архитектурных памятниках, а также фотографии прошлых лет. Авторам самых интересных оригинальных фотографий в День города вручат памятные призы. А вот лучшие работы войдут в специальный фотоальбом, который организаторы праздника сейчас готовят к выпуску. Все подробности на портале Люберецкого района lubrek.ru В клубе исторической реконструкции «Лучезар» прошел день открытых дверей. Все желающие могли окунуться в атмосферу Древней Руси, примерить на себя облачение русского воина, поучаствовать в битве на тимбарах, познакомиться со старинными настольными играми и научиться лепке из глины. Эй, удальцы, молодцы! Выходи на бой! Битва на тимбарах – неизменный элемент исторических игр клуба «Лучезар». В летописи Древней Руси немало тяжелых периодов, когда наши предки вставали на защиту Отечества. Тимбара – тренировочный имитатор мяча из пластика и резины. Главное требование к этому оружию – нетравматичность, потому что им полагается бить противника сильно. Почувствовать себя славянскими воинами в день открытых дверей «Лучезара» приехали байкеры мотоклуба «Дружина». Позиция меня и всех моих братьев по мотоклубу в том, что ни у какого народа без знания своего прошлого не может быть будущего. Для нас это возможность и пообщаться друг с другом лишний раз в такой обстановке, и выпустить пар, полупить друг друга как следует. Что за отдых без хорошей драки для русского человека? В клубе исторической реконструкции «Лучезар» в Томилине молодежь занимается воссозданием культуры и быта наших предков. У истоков «Лучезара» стоял Георгий Фридолин. Он заинтересовался исторической реконструкцией в 14 лет. Это меня захватило, когда я как-то раз видел, как бьются на мечах реконструкторы. В то время это было еще начало реконструкции. Сейчас, конечно, все намного лучше. Множество исторических клубов, которые занимаются разными периодами. Чтобы вступить в клуб «Лучезар» и получить первый статус новобранец, новичку необходимо сшить себе, причем ручным способом, древнерусскую одежду, рубаху, портки, обмотки и даже сделать обувь. Дружинник должен изготовить себе доспехи и оружие и научиться им владеть. Традиционное облачение русского воина, которое в полном составе весило 40-50 килограммов. Кольчуга, шлем, щит, топорик, специальные формы, чтобы во время боя можно было зацепить щит противника и нанести удар. Помимо тренировочных боев, в день открытых дверей реконструкторы провели мастер-классы по историческим ремеслам, настольным играм и военному делу в качество ковки металла, метанию копья и стрельбе из лука. Всего же праздник посетило более полусотни зрителей. Вадим Акентев, Никита Скраган, Люберецкое районное телевидение. Далее наш эфир продолжит новости городских поселений. Передаю слово моим коллегам. Еще в октябре прошлого года на встрече с участием администрации Краскова руководство компании-застройщика «Держава Стройинвест» пообещало сдать дома к 18 июля этого года. Но дольщики продолжали бить тревогу. В феврале провели очередной митинг, потому что стройка шла медленно. В мае она опять затихла. При этом, по словам дольщиков, осталось выполнить около 20% от всего объема работ. И вот сейчас новый митинг. Руководителя компании-застройщика «Держава Стройинвест» Сергея Буренина на собрании не было. Компанию представляли рядовые сотрудники, которые не владели информацией о сроках окончания строительства. С народом общались представители местной администрации и президент благотворительного фонда «Люберецкий квартал» Игорь Каханый, у которого есть немалый опыт в строительном бизнесе и решение проблем обманутых дольщиков. Я уже объяснял. Без нынешнего застройщика, даже если другого застройщика приведут, ни одна проблема не решится. Потому что он должен хотя бы документы подписать. Должна быть добрая воля застройщика. В 2013 году Игорь Каханый был заместителем руководителя комитета Московской области по долевому жилищному строительству. По его словам, признать застройщика банкротом, подать в суд на мошенничество, создать свою компанию подрядчика – вариантов решения много, но ни одно из них не гарантирует скорого успеха. Между тем, отчаяние людей достигло предела. Обманутые дольщики подготовили обращение к президенту России Владимиру Путину. Это их последняя надежда. Мы пишем жалобы, мы пишем просьбы, мы описываем ситуацию. И на наши, к сожалению, письма приходят только отписки «требуйте неустойку» либо «продавайте квартиры». Продать это нереально. По словам председателя Совета депутатов Краскова Валерия Астраханцева, в правоохранительные органы направлены все необходимые заявления от администрации городского поселения и от администрации Люберецкого района по проведению финансовой проверки застройщика и привлечению его к ответственности. Готовятся и другие мероприятия. Совместно с администрацией Люберецкого района нами согласован план мероприятий. И на следующей неделе он будет направлен на утверждение Министерства строительного комплекса Московской области. В соответствии с этим планом там определены, ну, по крайней мере, с нашей стороны и со стороны администрации Люберецкого района конкретные меры. Больше половины этих мер возлагается на застройщика. Министерство продлило компании «Держава Строинвест» разрешение на строительство до 18 октября. К этой дате дома должны быть сданы. Но дольщики не верят в эту дату. Альбина Акжигитова внесла за квартиру все 100% ее стоимости, в том числе материнский капитал. У нее двое детей. К сожалению, мы не надеемся на разрешение ситуации. У нас много было совещаний, которые проводила наша администрация. Единственное, чего мы добились, что нас признали. 2 июля признали обманутыми дольщиками. Вышло постановление Люберецкой администрации. В этот же день митинг дольщиков жилого комплекса «Грин Сити» прошел и в Люберцах на площади перед районом Дворцом культуры. Включение в реестр обманутых дольщиков дает им право на получение субсидий и на выбор нового застройщика. Но решится ли ситуация таким образом, пока неизвестно. Между тем специалисты говорят, что недостроенные дома жилого комплекса «Грин Сити» были плохо законсервированы и уже начали разрушаться от непогоды. Если осенью их не сдадут, то в следующем году понадобится средство уже на их реконструкцию и устранение разрушений. А это может стать новым поводом для застройщика вновь отодвинуть срок сдачи. Вадим Акентев, Никита Скраган, Люберецкое районное телевидение. В Октябрьском продолжает работать комиссия по контролю над подготовкой к отопительному сезону. Ее представители попытались проинспектировать самый сложный с точки зрения финансовой дисциплины и организации производства теплоснабжающий объект поселения частную котельную ООО «РИК». Данная котельная обеспечивает подачу теплоснабжения и горячего водоснабжения в 50 многоквартирных домов, а это ни много ни мало, практически 50% всего населения городского поселения Октябрьской, а также в больницы, школы и два детских сада. Несмотря на предварительное уведомление, руководство объекта навстречу не явилось. И все комментарии относительно критической ситуации с котельной членам комиссии пришлось давать перед закрытыми дверями. В результате неквалицированных действий руководства ООО «РИК», приведших к образованию задолженности за потребленные энергетические ресурсы, ненадлежащие эксплуатации теплового хозяйства, администрация городского поселения Октябрьский была вынуждена лишить ООО «РИК» статуса единой теплоснабжающей организации. Из-за колоссальной просроченной задолженности за потребленный природный газ в 74 миллиона рублей от организации поставщика «Газпром Межрегион Газ Москва» поступило уведомление о прекращении с 24 июня 2016 года подачи природного газа в котельную. А это значит, что десятки тысяч жителей Октябрьского в ближайшие дни останутся без горячей воды. В настоящий момент имеется дефицит подключенной тепловой нагрузки мощности котельной в районе 30%. Также в настоящее время не выполнены работы по проведению работ по обеспечению безопасности газового оборудования, до конца не закончены работы по ремонту тепловых сетей. Сложилась ситуация, что перевести мощность, подключенную к этим котельным, то есть жилые дома и абоненты, к другим источникам теплоснабжения поселка Октябрьский не представляется возможным. Проблемная котельная – давняя головная боль и местной администрации, и районной власти. Но ощутимых подвижек в улучшении ситуации, несмотря на многочисленные предупреждения и уговоры, здесь не наблюдается. На сегодняшний день вопрос теплоснабжения и подачи в дома горячей воды повис в воздухе. Ольга Щевелева, Кирилл Евгеньев, Люберецкое районное телевидение. В разгаре купальный сезон. Малаховское озеро притягивает к себе многочисленных любителей пляжного отдыха. Вода, чистый песок, благоустройство прибрежной зоны – все это позволяет местным жителям хорошо проводить время на воздухе, получать положительные эмоции и наслаждаться жаркой летней погодой. Тем более, что их безопасность под контролем. На противоположной стороне Малаховского озера лодочная спасательная станция «Мособлпоршспаса», которая готова прийти на помощь в случае каких-то экстренных ситуаций. Любая проблема с критической ситуацией на воде – в руках спасателей. А вот здоровье отдыхающих на контроле специалистов Роспотребнадзора, которые неоднократно предупреждали купальщиков о несоответствии воды санитарно-эпидемиологическим нормам. Попросту говоря, купаться в водоемах Люберецкого района на сегодняшний день запрещено. Однако русского человека трудно испугать какой-то там бактерией. Хочется купаться, я купаюсь. Вот и все. Ты не боишься? Нет. Почему? Я просто всегда здесь купался и ничего такого не было. Боимся? Но мы особо не купаемся так вот, ножки мочим. Запрещай не запрещай, а люди все равно будут использовать озеро как место для приятного времяпрепровождения. Поэтому администрация Малаховки продолжит работы по благоустройству территории путем расширения возможностей для отдыха. В этом году на территории Малаховского озера запланирована постановка на кадастр и учет прибрежной зоны для организации парка Малаховское озеро, где будут учтены все пожелания жителей, будет парковка для автомобилей организована, будут организованы велодорожки. Все планы по обустройству Малаховского озера публикуются на сайте администрации. Каждый может с ними ознакомиться и внести свои предложения по развитию парка. Ольга Щевелева, Кирилл Евгеньев, Люберецкое районное телевидение. 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, на Токаревском кладбище собрались жители Томилина, представители администрации и Совета депутатов, чтобы отдать дань памяти и уважения тем воинам, которые погребены на Аллее Славы. «Сотни траурных свечей горят сегодня в разных городах и селах. Вот и мы, наши молодежь и ветераны, зажгли свечу памяти в честь тех, кто бился с врагом на фронте». Главным событием торжественного мероприятия стало открытие памятного мемориала на могиле неизвестного солдата. Инициатором и организатором создания памятника стала редакция газеты «Томилинская новь». Средства на памятник были собраны силами жителей поселка и муниципальных предприятий. Глава Томилина Игорь Дворников и советник главы района Игорь Каханы выразили слова благодарности всем тем, кто приняли участие в создании нового памятного обелиска. «И сегодня у нас в поселке Томилина очень важное событие. Мы открываем памятник неизвестному солдату. Этот памятник построен на средства всех жителей поселка Томилина. И как обычно на Руси бывало, всем миром мы сегодня говорим, что мы помним и мы гордимся наших героев. Спасибо всем, кто сегодня здесь принимает участие. Я хочу всем нам пожелать, наверное, самого главного – мирного неба. Спасибо. Мы чтим память узникам в концлагерее, мы чтим память наших блокадникам в Ленинграде. То есть всех тех, кто вложил вот по маленькой копеечке в эту большую копилку этой нашей великой победы. Поэтому, уважаемые земляки, я думаю, что вам огромное спасибо за неравнодушие, небезразличие. В открытии памятника неизвестному солдату приняли участие порядка сотни человек. Для всех это событие стало важным и знаковым. У меня и дед, и отец воевал. Очень красиво, очень трогательно, прекрасно очень даже. Спасибо всем, кто пришел там. А вы принимали участие в сборе средств? Да, принимали даже, даже грамоту получили. Да, очень хорошее мероприятие, очень нужное для нашего поколения, для нового поколения. Я не могу, у меня тут же отец воевал. Не могу. Всем организаторам, кто организовал, кто обслуживал, всем-всем большое спасибо. Низкий поклон. Этот день, на самом деле, очень для нас, для всех томилинцев знаковый, потому что сегодня мы открыли памятник неизвестному солдату. То есть мемориал, ушедшее в небеса. Поэтому теперь многие могут прийти и поклониться за каждого человека, который не вернулся в поле боя. И кто воевал. Снятие полотна поручили главе Игорю Дворникову и председателю Совета ветеранов Тамаре Заякиной. По православной традиции новый памятник осветил настоятель храма, отец Сергий. Вот это памятник, как бы подтверждение того, что мы сделаем все, чтобы эту память сохранить. Я, наверное, не открою новости, скажу, что очень много семей, где до сих пор не знают, где похоронены их родные и близкие. И вот мой родной дед, отец моей мамы ушел воевать, и мы не знаем, где он похоронен. И вот этот памятник в честь всех людей, которые ушли воевать и остались навечно на полях сражения. Памятник сделан в гранитной мастерской руками тамилинских мастеров. Он несет традиционный военный символ белых журавлей, летящих в небо. И возвышается над могилами солдат Великой Отечественной. Скульптура полностью изготовлена из металла. Высота ее 4,5 метра. Как говорят сами скульпторы, на изготовление художественной конструкции понадобился ровный месяц. Все пришедшие на открытие возложили цветы к новой скульптурной композиции в память ушедших в бессмертие. Анна Слайковская, Андрей Скрипкин, Томилина ТВ Генеральный партнер информационного выпуска «Природный курорт Яхонты» – семейный отель в Подмосковье. На этом я, Вадим Акентев, с вами прощаюсь. Всего доброго и хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин